Республика Татарстан – богатый край, густые леса, стремительные реки, бескрайние просторы, но главное богатство – это люди, разные народы, которые испокон веков населяли эту землю, сливаясь в национальный калейдоскоп. Ну что, дорогие друзья, здравствуйте, это программа «Национальный калейдоскоп», с вами я, Алина Руссун. Вы спросите, что происходит? Да дело в том, что мы приехали в Слоку-Горчино, Рыбно-Слободского района, и сейчас расскажем вам, что за прекрасный праздник здесь проводится. А все дело в том, что сейчас проводят ход семьи, и в честь этого в селе создали специальный праздник, посвященный семьям. Пойдемте и все узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас дело в том, что вот вы так быстро, так быстро передвигаете пальцами, что если бы я так вязала на технологии, то у меня бы была пятерка, у меня была всего лишь четверка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, праздник в самом разгаре И вы представляете, прямо у ворот Здание бывшей мечети Готовит каймак Давайте поговорим, рассказывайте, кто вы, давайте познакомимся. А вы семейная пара, правильно? Муж и жена, вместе готовите каймак. А-а-а, нет? Нет, ну у нас же... Я другой. Вы другой, вы чужой. Вы соседи, здорово, здорово. Нет, просто праздник семьи, и мы подумали, вдруг вместе семейная пара готовит каймак. Расскажите, у вас какой-то особенный рецепт? В общем, традиционный татарский рецепт. Это очень здорово. Вы, значит, ответственная в селе за приготовление блюд на различные праздники, правильно? Ну, умница, просто умница. Ну, спасибо вам большое, что кормите село. А нас покормите? Ой, красота, прям, ой, прям горяченький. Сейчас испробуем. Ну, приехать в село и не поесть, мне кажется, это просто какая-то ошибка. Очень вкусно. Жаль, что у вас с нами нет, дорогие телезрители. Очень вкусно. Спасибо, Рахмет Бигзур. И всем было вам. Рядом с нами Альберт Алгатович, председатель сельского поселения. Отобрал у меня микрофон, сразу видно глава, глава. Какой молодец. Давайте с вами прогуляемся, хочется вот у вас вообще поинтересоваться. Такой вы молодец, во-первых, похвалить вас хочется, то, что на территории, да, села проводятся такие мероприятия. И хочется вообще узнать у вас о истории села. У нас есть очень вкусно, очень вкусно. Мы очень интересны в моем межрайне 146 граждан, в котором есть в педагоге. Субтитры делал DimaTorzok В 17-м году мы собираемся работать в части капитана. Дом года мы собираемся работать в 22-м, 20-м годами. Но сейчас мы собираемся работать в республике. Сегодня у меня есть машина, машина, мотор. Берем повод, машина, мотор. Мы создали небольшую рабочую группу, которую мы стали обсуждать. Какое мероприятие на базе данного учреждения можно провести. Учитывая, что 120-летие данной мечети в этом году, и у нас 2024 год объявлен годом семьи, естественно, это мы решили состыковать воедино. И вот получилось мероприятие. Мероприятие называется «Вайля Дин Тут Коса». Конечно, когда мы подразумевали это мероприятие, мы подразумевали, что это будет на территории, это как будет зеленая зона. Но, как говорится, мы думаем, Бог располагает. Получилось так, как получилось. Погода чуть-чуть несла свои коррективы. Но я думаю, что неплохо получилось. Это очень антуражно, на самом деле, внутри. Обязательно вам покажем, как у нас внутри. Потому что даже во время реставрации выглядит, конечно, очень завораживающе. Но скоро все заиграет новыми красками. У нас, конечно, цель по реставрации мечети не является еще одного заведения религиозного. Здесь предполагается проведение мастер-классов. Здесь предполагается уголок музея. Но в то же время остается место и для религии. Хотим вот это все объединить. Потому что в жизни мы и религии придерживаемся, и жизненные случаи бывают. Вот это мы хотим в данном случае объединить. Для тех, кто присутствует, кто принимает участие, я считаю, что созданы все условия. Вот уютно, атмосферно, блины, хабартма. Здесь можно и провести вышивание мастер-классы, и просто купить что-то, приобрести для себя. То есть все, что для души угодно. Мы ждем еще одну красавицу. Вы просто сейчас удивитесь, кто рядом с нами стоит. Дело в том, что во время праздника такая суета. Столько много людей, радостные лица. И вы просто не поверите, сколько рядом красавиц с нами стоят. Ассаляму алейкум! Здравствуйте, девочки! Вы посмотрите, как много красавиц. Если есть неженатые, незамужние, извините, конечно. Давайте познакомимся, кто с какого села. Лилия Каримулина, Кугорчино. Лилия Каримулина, Рыбная Слобода. Гульфире Калиева, Кугорчино. Гульфина Салахиева, Яна Сала. Альфия Валиева, Чулнабаш. Алсу Альмиева, Большая Елга. Задземья Зайнулина, Старый Арыш. Энджи Фахрутинова, Большой Машляк. Рейзеля Мухаммед Рахимова, Новый Арыш. Ганния Абзалова, Зурмашляк. Исламья Асадулина, Село Битки. Малитя Касилова, Урахша. Зульфире Гараева, Кишуукмас. Юлия Валиева, Дабирды Шалусу. Исламья Асадулина, Село Ямашево. Гина Гараева, Верхнтемедлек. Амина Гатетова, Юлсу Гина. Евгения Баштрыгина, Мазовская. Вот такое вот разнообразие красивых девушек из разных сел. Хочется спросить, конечно, с чем это связано. Во-первых, мы стоим возле угощений. Это национальное татарское блюдо, которое называется... Кобартма. Кобартма. Расскажите особенность, вот фишку села. Потому что нам нужно понять, почему так много девушек с разных сел собралось сегодня. Все вот эти прекрасные девочки, это мои коллеги. Это работники культуры, сферы культуры. А в чем заключается вот это вот блюдо, пышка, да, так скажем? Вестя Кобартмаса мы прозвали, также назвали имя. Является тем, что вот на этом столе изготовлено 26 разных разновидностей пышек. Кобартма. Приготовили наши девочки. Вы все слышали, что они из разных сел. И в каждом селе имеется свой рецепт и начинка. Угу. Это очень здорово. То есть сколько поселений вообще, да, в Рыбно-Слободском районе, столько и начинок. А можно спросить, вот именно у села Кугарчино какая начинка? Село Кугарчино, оно как бы очень большое. Здесь очень много разных национальностей и людей проживают. Поэтому у них несколько разновидностей. Здесь есть и с мясом, здесь есть и с сахаром, и с маслом, и с ягодами, конечно же. Здорово. Ну, отлично. Ну, спасибо большое, что радуете вкусняшками, так скажем, на этом празднике нас сегодня. И хорошего вам, конечно же, настроения хочется пожелать. Там Левелсон. Дорогие телезрители, какое как-нибудь? Вот так вот? Красиво скажите? Или вот у меня вариант? Конечно же, я все подбираю сегодня под микрофон. Ой, ну как без этого? Как без дизайнерских решений? Мне кажется, вот этот вариант, правда? Хорошо, правда? Да, я знаю. Берем. Дорогие телезрители, со мной рядом сидит Матиночка. Ей целых восемь лет, и мы хотим, конечно же, у нее узнать, как тебе понравился сегодняшний праздник? Да. А чем понравился? Мне понравилось в том, что мы сегодня много покушали, тут много было песен, и тут много вещей. Это очень здорово. Скажи, вообще, вот важно делать такие праздники, когда участвует вся семья? Ну, да, важно. И вот мы, например, мы вот пришли сюда, потому что тут моя бабушка раньше жила, и она тут выросла. Здорово. А сейчас вы не здесь живете уже? Мы живем теперь из Алгоркуля. А, здорово. То есть бабуля привезла тебя прямо в истоки, правильно, в своей молодости, в своей жизни. Ну как, тебе нравится село? Да. А чем нравится? Мне нравится в том, что тут много друзей, много детей, много магазинов, и в том, что все, что тут есть. Давай что-нибудь пожелаем нашим зрителям. Я желаю бабушке, дедушке, чтобы они меня завтра, ну, когда вы покажете, чтобы они меня показали. Молодец такая. Ну, все тогда, обязательно ты завтра будешь у нас в выпуске, точнее, уже вот сегодня. Выпуски все на тебя смотрят. Давай помашем бабушки и дедушки. Мы переместились в другую локацию. Праздник не перестает нас удивлять. Здесь очень много красивых национальных татарских предметов, да, каких-то орнаментов. Вот мы сейчас все обо всем об этом узнаем, но, конечно, для начала нужно познакомиться. Девчонки, расскажите вообще, кто вы? Меня зовут Рашидова Рахимага Плухановна. Я руководитель районной общественной организации татарских женщин Охпалфак. Отлично. И получается, вот эта организация по нескольким селам здесь представительницы из каждого села, правильно? Да, да, да. Но, к сожалению, участвуют не все еще руководители данной общественной организации. Но мы старались, вот привезли с собой коврики для намаза, щетки, которые у нас руководители сами, татарские женщины, которые туда ходят с удовольствием, они сами вышивают. Вот такие вот тоже, как сказать, подушки, вот такие вот разного вида, и большие наволочки мы сами вышиваем. Некоторые вот картинки делают разного возраста у нас участники члена. И полотенца вышиваем. Вот такие, как типа не картинки, уж как шамаили вот сохранились у нас. И родословные вот тоже. Это, конечно, нужно, конечно же, показать такую родословную. Участники наимириадым. Хер бір киши узынан жиде бугын бабасын білер геттеж. Шуакуре дайыны біз узы биздің шошы бугынлардан жиылып келген, не, бабалары бізны, әмісін жиып, шошындай узы биздің шежара бізді ясарға бұлда. Бүгінгі кіндабында біздің езде егірімбіш кишеден тұрған шежара боб. Менда біз дайдан олып, ганан олып аның олбаш на ж sendін bringt сүгігігігіганде бізді бізді біздің шей кікіндам. Вашу тандығында біздің кіпің тағилля. Раппартамында біздің шыға біздің шыға біздің шығынлар жын соңыры. работой так вот эти вот штучки гремят интересно и вот такой красивый орнамент здесь вообще прикольно у вас работа что что чем вы занимаетесь это у нас кружево плетение на коклюшках Рыбинслободский район славился своими кружевами уже 16 века с 2009 года мы начали возрождать при районном доме культуру наш промысел забытый получается ответственная за вот это дело это очень здорово и сколько занимает вообще вот плетение одному такого как это украшение как это называется вообще правильно у нас воротник будет на вот этот сколок сначала рисуется поскольку придется наш узор узора придется с помощью вот этих у нас коклюшек называются на них наматываются нитки и с помощью этих ниток у нас уже получаются вот эти кружевные узоры я сегодня самая счастливая потому что я приехала выпуск снимать а вся в таких роскошных классных украшениях и айгулер решила мне подарить вот такую вот брошку на сети с удовольствием былар варсада минем куларым билен шигиган шигу эйберлер инде кул яулыклар мэндертишлара хэм шушататар мэхитен саклап янагана футболклар ищи га башлады миссия 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 фидеус била бис шуша ауылда куэшин ауылынның мектэбінде стақылар тугаре калып барам анда бизин ухушиларына шуша эби бауалары біздан брынгғы заманлардан келген узының ғыров гадетлері тұргызу үшін бауаларға шушынды и кул ишленмелеришлерге бұлышабыз үреттебіз аларына тубетей инду ул қолфақ бізнің үлік-эліктен әбілері біз аноматурлық үшінгіне тугіл ә баш тубесін қоплау үшіндегін куланғанар аның үшуді уазифасы бұлған хәм үзю біз түрлі мен үшіндей матор үзюлер ясарға үреттебіз бауаларына? Я хочу сказать, что все, кто родился в деревне, не должны забывать, что они деревенские. Зачастую в городе деревенские в наше время стеснялись говорить, что они из деревни. Хотели все стать городскими. А сейчас я хочу, чтобы все гордились, что они родились в деревне. И очень хочу, чтобы все старались всё сделать для того, чтобы их деревня не исчезла. Я очень надеюсь, что наша деревня не исчезнет. У нас есть школа среднеобразовательная, у нас есть мясокомбинат, у нас есть клуб хороший, вот это две действующих мечети. И очень хочу, чтобы наши сельчаны очень часто приезжают в деревню на сабантуи. Мы проводим семейные сабантуи. Вот я хочу, чтобы все не теряли нитей родства и нитей со своей деревней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok